Весенняя, вся полнота Церкви вспоминала то событие, которое по сути своей и продолжается, и будет продолжаться во все времена, до скончания времен. Это события Троицы снисхождения на апостолов и через них на всю Церковь Святаго Духа. То есть по сути своей весь тот годичный праздничный круг, в котором мы служим в храме, он ради этого и существует. Для того, чтобы мы вспоминали день рождения Церкви. А так праздник Троицы и именуется православной традицией. То есть в этот день то собрание учеников, то собрание немощных людей обрело вот эту неимоверную силу для того, чтобы идти и правду Божию, слово о Боге проповедовать, доносить до всего мира. Завтра Церковь установила день памяти всех святых. То есть то рождение Церкви, которое произошло тогда еще при апостолах, то событие, которое мы отмечали неделю назад, вот именно вот этим торжеством всех святых, которых мы имеем в нашей Церкви и продолжается. Вот это торжество веры. Порой хотелось бы задать вопрос, даже иногда он такой вполне естественный и логичный возникает. Зачем нам нужны святые? У нас есть Бог, зачем нам нужны святые? Неужели мы не можем напрямую к Нему обращаться, зачем нам нужны, как некоторые говорят, посредники? Но до такой степени Бог проявляет заботу в отношении к нам, то человек прекрасно понимает, что насколько бы не пытались мы рассуждать о природе Бога, и сколько бы святых отцов не пытались бы осознать пришествие на землю во плоти Христа, никогда наш ограниченный человеческий ум не достигнет такого развития благодатного, чтобы понять, насколько Бог близок к нам. И Господь в Евангелии прямо говорит, что вы мне уже не рабы, но друзья. Поэтому хотелось бы иметь в себе наставника, хотелось бы иметь друга себе Бога, но настолько поврежденная наша с вами природа грехом, что никогда, насколько бы человек не был близок к святости, никогда сердцем и умом мы не сможем Бога воспринимать для себя как что-то абсолютно родное. Всегда будет вот эта дистанция между Ним как Богом и Творцом, и нами как Его творением. И поэтому, зная это, Бог оставляет нам святых. Чем для нас дорога память этих святых? Да потому что мы, изучая житие большинства из тех, кого мы сейчас почитаем как святых, большинство из этих людей до пришествия в храм, до пришествия законства с Богом, большая часть людей из них была негодяей. То есть мы берем житие массы святых. Они творили беззаконие, они были убийцами, блудниками, отвергали Бога, даже апостолы Христовы. Апостол Павел присутствовал при том, когда христиан убивали. Апостол Петр отрекся от Христа. Масса святых, которые были негодяями до пришествия в храм. Но от этого они нам еще и ближе. Потому что по сути своей мы сами знаем, кто мы есть на самом деле. И тот реально, тот опыт святых, которых они приобрели в церкви, то есть из состояния вот этого гадкого, стать образцом для нашего подражания, вот это величайшее чудо. В Евангелии Господь говорит, что кто веру имеет минимально хотя бы сгорчичное зерно, тот может горло переставлять. Но мы с вами знаем, что тем более при нашей с вами технике переместить горло с одного места в другое место, это никакая не проблема в наше время. Самая большая сложность, это хоть что-то поменять в себе. И поэтому для нас образ святых, реально живой образец для подражания, он поэтому так и близок. Потому что мы на их примере явно видим, что та святость, которую нас Бог призывает, она не недостижима. Она вот в жизни этих святых по-настоящему проявилась. И Святой Дух, который мы получаем при крещении, и когда мы пытаемся в отношении Бога двигаться, что Он реально людей действует, Он их меняет. И поэтому завтра церковь, вся полнота церкви, в продолжение вот этих всех празднований, связанных с Пасхой, с Троицей, с Вознесением, вот нам, наших святых, она преподносит как реальную цель. То есть то, что цель быть с Богом, она достижима. Поэтому для нас их память так дорога, наших святых. Спасибо, Господи. Всех до совместной молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok